Привет всем, меня зовут Галинка, и это мой альтернативный взгляд на город Екатеринбург. Стоп. На город Екатеринбург. Этот выпуск мы решили посвятить заброшенным местам нашего города. Я, честно, была уверена, что их буквально одно-два, но нет, их очень много. Их огромное количество. И школы, и гимназии, и магазины, усадьбы, дома. Мы решили все не снимать, мы решили снимать только те, которые в центре, которые более-менее известны. Такая вот у нас разминочка между районами. Уктуз, ты следующий, мы идем к тебе. Честно, просто не сейчас. Первая наша остановка, остановка среди заброшенных мест, это телебашня. Телебашня. Ты знала, что это самое высокое заброшенное здание в мире? Да, я же очень умная. Как говорит нам Википедия, Екатеринбургская башня, не достроенная телебашня в городе Екатеринбурге, предназначавшаяся для охвата телерадиосигналом всей Свердловской области. С 91-го года находится в заброшенном состоянии. Кстати, когда я приехала, я не знала, что она заброшена. Я думала, вау, что это такое? Я странно была, когда приезжала. Ты знала, что тема дипломной работы Бориса Ельцина, который руководил Свердловской областью во время начала строительства телебашни, была телевизионная башня? В некоторых ракурсах телебашня похожа на монумент Джорджа Вашингтона. Ну, я бы не сказала. Мне она не напоминает это. Хотя, вообще, тебе напоминает? Нет. Ну, я, понимаешь, не видела то, что ты про что только что сказала. Ну как? Знаменитая? Многие шепоткаются с ней, типа, это его... Забудь. Забудь. Большая обрежь в верхней части башни с юго-западной стороны не является разрушением конструкции. Вот это, мы как раз с нее стоим, да? Технологический прием, через который с помощью крана-балки, установленной внутри телебашни, предполагалось монтировать шахту лифта. Там был бы лифт. После чего проем должен был быть забитый нейрон. Но не сложилось. Ой, я, кстати, видела фоторепортаж. Картинки, фото были оттуда зимой. Там уж дух захватывает. А я тоже это видела, вообще прикольно. Вообще. А ты знаешь, что оттуда прыгают? А как они туда пробираются, вопрос. А там внутри леса строительные, и по ним, как обезьянка, забираешься. Они просто хотели посмотреть на красивый вид на город, но оступились. Нелипых смерть. Так, над мертвыми нельзя смеяться. Что это за хрень? Я прям чувствую, как у меня капелька пота скатывается. Чего ж так жарко, тумли? Также тут должен был быть ресторан наподобие седьмого неба на Станкинской башне. Странительство осуществлял Трест, ранее возводивший Вильнюскую, Останкинскую и Таллинскую телебашни. Я из них только знаю Останкинскую. Что-то Вильнюсская. Ты знаешь, что такое Вильнюская башня? И я нет. Пойдем, потрогаем наши ушки. На стройку этой телебашни было выделено 11 миллионов рублей, но освоено было лишь только 2 миллиона. Интересно, а не освоено материалом? 11 миллионов, а освоено 2. 9 лямов. Очень интересно, вообще нет информации о том, почему остановилась. Существуют проекты ее реконструкции, но пока ни один из них не был утвержден городской администрацией. В 90-е годы башня была популярным местом для самоубийств, экстремалов, скалолазов и бейсеров. К 2005 году официально зафиксированы 3 случая самоубийства. Малбажи приписывают башне более двух десятков случаев суицида. Ну ты как думаешь, сколько здесь этажей? Ой, кстати, где-то здесь написано должно быть. Она, по-моему, одно время была самая высокая у нас в городе. Ее проектная высота составляла 361 метр, но строительство становилось около 220. А здесь всего 200 метров? Да еда! Просто она отсюда, с этого ракурса, кажется вообще не таким уж и высоким. Но я понимаю, что она реально, наверное, огромная. Строительство начало в конце 83-го, а прервалось еще в 91-м. Смотри, самолет летит! Начинается! Посмотри, как это сможет этот самолет. Не знаю, а не вижу. А, так она все еще является самым высоким в стране Викторинбурге. Она есть, она не действует, она не достроена, достроить ее не собираются. Мы ее сняли. Красота, пройти нельзя. Ты снял, короче, проволоку? Я не знаю, как это делали те, кто делали фоторепортаж. Но пройти тут нельзя. Поэтому мы сейчас пойдем на другое место, на недострой. Оно его видно отсюда даже, смотри. Может быть, недостроительство это заразно. Не достроили башню, а потом недостроили эту гостиницу. Не помню, что там много всего. Идем, короче, сюда ближе. Интересно, мы где-нибудь снимем в Тиньке? А то жарко. Не знаю, у меня уже везде пот. Продолжение следует.